Мы в нашем школьном музее Валентин Берестов и его окружение хотели бы рассказать про словарь Владимира Даля, с историей которого связано также имя поэта и литературоведа Берестова. Каждый музейный предмет хранит свою историю. Сегодня мы расскажем вам одну из них. Толковый словарь живого великорусского языка был создан Владимиром Далем в конце 19 века. Толковый словарь, главное, дети читали. Труд, по которому его узнают всякие, кто интересуется русским языком. В 20 веке Валентин Берестов мечтал, чтобы четыре объемных тома нашли юных читателей среди современных детей и стали для них доступны. А сколько же слов в словаре Даля? В четырех томах толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля насчитывается около 200 тысяч слов. О чем рассказывалось в словарных статьях? Это необыкновенный словарь. Его можно читать как книгу. Из словаря можно узнать, в каких избах жили русские люди в старину, какую одежду носили, какие печи топили, на каких телегах ездили, чем поле пахали, как баранили, как рыбу удили, какие щи хлебали, какую кашу варили, чему детишек учили. А сколько лет Даль отдал на составление словаря? В общей сложности Даль 53 года занимался составлением словаря. Сначала собирание слов было хобби Владимира Даля. Он совмещал эту работу с государственной службой. Постепенно про эту затею многие узнали. У него появились единомышленники и помощники. А когда толковый словарь живого великорусского языка был собран и обработан до буквы П, Даль решил уйти в отставку и посвятить себя целиком работе над словарем. А когда и где это произошло? В 1859 году он поселился в Москве на Пресне. В этом доме прошел заключительный этап работы над словарем, до сих пор не предоявленным по своему объему. Сохранился дом на улице Большая Грузинская, дом 4, дробь 6, строение 9, где Владимир Даль проживал с 1859 года до своей смерти в 1872. С 1986 года здесь открыт музей лексикографа Владимира Даля. Возможно, в одной из своих посещений этого музея Валентин Берестов задумался над тем, как сделать детище Владимира Даля доступнее для детей. И тогда у него появилась идея составить адаптированную версию для совсем юной аудитории. И как же Владимир Даль собирал эти слова? Это была своего рода страсть, и где бы он ни находился на ярмарке дома в море, везде его копилка слов могла пополниться. Каждый вечер приносил он домой несмертные сокровища, единственные, за которые не берут на ярмарки денег. Только подбирает. Дома раскладывает слова по полочкам в своих хранилищах, каждую послодицу переписывает. Считается, что с 1919 года он стал заносить в записную книжку и интересовавшую его слова, выражения, обороты. Народный язык очень привлекал его. Принимаясь за свою работу по созданию адаптированной версии словаря, Валентину Берестову было важно сохранить идею. Чем она отличается? В версии словаря, которую подготовил Валентин Берестов вместе с женой Натальей Александровой, всего 5000 слов и понятий. Создавители стремились передать и внутреннюю духовную сущность словаря. Порядок изложений здесь тот же, что и у Владимира Даля. Архография современная. Валентин Берестов мечтал создавать так, чтобы книги стали настольными для всех поколений. Даль собирал слова по всей России, среди всех слоев общества, для всего народа. Жаль, если мимо этого сказочного богатого наследия, сильнейшего настояния нации, пройдет поколение за поколением, и лишь немногим четыре тома словаря станут необходимы, как умные и добрые друзья. Так размышлял в предисловии к переизданию словаря Даля для детей Валентин Дмитриевич Берестов. А когда появился такой словарь? Свою роду Берестов и Александрова вели в 1993-1994 годах, отбирая самое-самое, без чего сейчас не обойтись, думая назвать ее «Избранное для семейного чтения». В эти годы Валентин Дмитриевич Берестов жил в мире Даля, удивляясь, радуясь и вовлекая в этот мир добра и истины. Друзей, детей, знакомых и незнакомых. Опубликовал в газетах четыре статьи, говорила о словаре Даля, и в телевизионных, и в радиопередачах. Но до исполнения мечты и появления томов было еще далеко. Только через пять лет издательство «Олма Пресс» совместно с него и опубликовало книгу как подарок Владимиру Далю к его дню рождения. Вышло два тома. Иллюстрированный словарь живого русского языка Владимира Даля, избранная для семейного чтения в виде детской энциклопедии. С этого времени Валентина Берестова уже не было в живых. Он умер в 1998 году. А кто делал иллюстрации для этого издания? В книгу было включено огромное количество известных иллюстраций. Таким образом, словарь встал еще и энциклопедией картин известных художников. Руководил оформлением художник-дизайнер Поликаша. Он включил в свою команду художника Калину Александрову, друзей и коллектива Российской государственной детской библиотеки. Так появился первый иллюстрированный словарь Владимира Даля для детей. Теперь уже во многих издательствах переиздается словарь с иллюстрацией. В его оформлении работают разные художники. А какое событие способствовало появлению такого словаря? В ноябре 2001 года из-за рубежом торжественно отмечалось 200-летие со дня рождения Даля. Были переизданы его труды. Общедоступным стал такой словарь. В нашем музее вы можете увидеть эту книгу, изучить ее более подробно. А также вашему вниманию предлагается выставка «Владимир Даль и его словарь». «Владимир Даль и его словарь» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова